Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, братья и сёстры, все любящие чечения Слово Божие. Мы продолжаем с вами исследование Евангелия Таана на библейском интернет-портале экзегет.ру. И сегодня мы с вами рассмотрим 19 главу. Тогда Пилат, взяв Иисуса, и велел бить Его. И воины, сплетши венец, истерно возложили ему на голову, и одели его в багреницу. И говорили, радуйся, царь Иудейский, и били его полонитом. Пилат же опять вышел и сказал им, вот я вывожу его к вам, чтобы вы знали, что я не нахожу в нем никакой вины. Видим, что после того, как закончилось предательство, закончился приговор, когда выбирает Варнаву, то Христос предается суду и издевательствам. Сплетши венец, истерно возложили, как сказанному, на голову, одели в багреницу. Действительно, терновый венец был надет на голову Христа. Хотя этот венец должен быть был одет на нашу голову. Потому что в этой голове вечно непотребные мысли были пробиты, как мы увидим в дальнейшем, и его руки. На самом деле должны быть были пробиты наши руки, они тянутся на всякое недоброе дело. Были пробиты его ноги, но должны быть пробиты наши ноги, потому что они бегут на всякое недоброе дело. Но все только начинается, пока только венец. Они не одевают этот венец, мы видим, что здесь, не знаю, какое тут слово найти, не только издевательство, но и поясничают перед Христом, перед царем неба и земли. Вот Кирилл Иерусалимский пишет по этому поводу следующее. «Они одели его в багреницу, чтобы смеяться над ним. Конечно же, но поступая по вдохновению, они исполняли пророчество. Ибо он был царем, и как бы ни двигало ими посмеяние, они все же это делали. Его царское достоинство было возвещено подобающими символами. И короновали его, пусть венцом истерно. Именно воины короновали его. Царей провозглашают воины». Конец статы. Видим, что Кирилл Иерусалимский знает о том, что все пророчества, которые Христос говорил о себе, они, в общем-то, исполнились. Пилат, мы видим, выводит и говорит, я ничего не нашел в нем. Он как бы старается от этого отказаться, от того, чтобы вершить суд над ним. Старается всячески его отпустить, уже и предлагает и выборы вараву, и никакой вины не нахожу. Но, как сказано, тогда вышел Иисус в терновом венце, в багренице, и сказал им Пилат, «Се человек», то есть он говорит, вот этот человек, в котором я не нахожу никакой вины, «когда же увидели его первосвященники и служители, то закричали, распни, распни его». Видим, что они приходят в какое-то неистовство. То есть это такое горделивое состояние души, когда люди видят, что не исполняется их желание, они уже не просто кричат, они уже вопят. Итак, Пилат говорит им, возьмите его вы и распните. Мы видим, снова он не хочет этого делать. Ибо я не нахожу в нем вины. Дважды повторяют, что не находят вины. Один раз он уже давал выбор, говорил, вот варнава, выберите его, давайте его осудим, а этого отпустим. Иудеи отвечали ему, мы не имеем закон, и по закону нашему он должен умереть, потому что сделал себя сыном Божьим. А то, о чем мы говорили в предыдущей главе. Пилат, услышав это слово, больше убоялся. Почему Пилат здесь убоялся, что он делал себя сыном Божьим? Римляне, они были все суеверны. Они нахватались и начитались греческой философией и понимали, кто мог себя назвать Богом. Богами и сыном Богов называли себя люди, которые претендовали на ту или иную какую-то политическую власть. Поэтому Пилат был знаком, конечно же, я думаю, с аудейскими законами, но не настолько глубоко. Больше римляне, светские люди были подвержены именно каким-то языческим представлением и языческим мировоззрением. И поэтому сказано, что он убоялся. И далее мы читаем. «Опять вошел в приторию и сказал Иисусу, откуда ты?» Но Иисус не дал ему ответа. Уже было много сказано. Теперь уже Господь ничего не говорит Пилату. Это очень хорошая подсказка нам о том, о чем мы говорили в предыдущей опять же главе. Когда мы часто стараемся людям доказать бытие Божие, скажем так, на многих примерах, разве не очевидно? Смотрите, Солнце, Луна, звезды, травинка, пылинка, снежинка, лист, лист дерева, планеты. Ну, я не знаю, разве это не чудо? Разве это не чудо, что из какого-то желудя вырастает дуб, из какой-то семечка, которую мы сажали на дачу, выросли растения такие, огурцы, кабачки различные. Действительно чудо. Что еще надо доказывать? Но люди не хотят в своем упорстве принимать спасение и спасителя. И тогда здесь очень хороший пример. Христос промолчал. Здесь, наверное, надо замолчать. Наверное, другой может быть путь спасения у этого человека. И Бог что-то предусмотрел для него и другое. Иисус отвечал. Ты не имел бы надо мной власти. Да, но Пилат вынуждает его все-таки говорить. Пилат говорит ему, мне ли не отвечаешь? Не знаешь ли, что я имею власть распять тебя и имею власть отпустить? То есть вынуждает. И тогда Иисус отвечает. Иисус отвечал. Ты не имел бы надо мной никакой власти, если бы не было дано тебе свыше. Посему более греха на том, кто предал меня тебе. То есть всякая власть от Бога. Действительно, и власть Пилата, она была попущена Богом. Вообще без Бога ничего не происходит. Поэтому многие люди говорят, ну как же так? Это же правители. Что, власть Гитлера, она тоже была попущена Богом? Да, тоже была попущена Богом. Для чего? Мы не знаем. Можно по-разному рассуждать с гуманистической точки зрения. Но мы это все узнаем в конце человеческой истории. Бог допускает силам зла по какой-то причине, по Ему только ведомой. Для того, многие люди говорят, ну вот что там Россия отступила от Бога, поэтому оккупация тогда Германии была как наказание. Может быть, может быть. Никто тут спорить сложно. Но, опять же, сейчас мы все видим, как говорит апостол Павел, сквозь тускло стекло гадательно. Все же откроется нам в конце этой жизни, в конце этого века, и в конце, когда этот мир закончит свое существование. И будет начнется существование новый мир. Да, с Богом и в Боге. С этого времени Пилат искал отпустить его. Видим, что Пилат никак не может. Он и боится. Иудеи на него напирают. Он боится, что он делает себя сыном Божьим. Вдруг он какой политический бунтарь. Ищет повода отпустить его. Иудеи же кричали. Если отпустишь его, ты не друг Кесарю. Всякий, делающий себя царем, противник Кесарю. Они дают на больное. То есть, на финансовую такую составляющую. Кесарь – это и власть, и деньги. Поэтому они говорят, если ты не будешь другом власти и денег, то все, ты пропал. Твоя власть пропала. На больное, что называется, на мозоль. Пилат, услышав это слово, вывел Иисуса и сел на судилище на место, называемый Лев Сратон. По-еврейски – Вафа. Тогда была пятница перед Пасхой, час шестой. И сказал Пилат иудеям, все, царь ваш. Но они закричали, возьми, возьми, распни его. Пилат говорит им, царя ли вашу распнул? Первый священник отвечает, нет у нас царя, кроме Кесаря. Ужасные слова, на самом деле, которые произносят сейчас здесь. Иудеи. Они говорят, нет у нас никакого царя, кроме, какого царя? Власти и денег. В книге «Первое царство», 12 глава, 12 стих, хочется напомнить этим тогда кричащим иудеям о том, кто их царь. Первое царство, 12-12. «Но увидев, что нас царь Амадский идет против вас, вы сказали мне, нет царя, пусть царствует над нами, тогда, как Господь Бог ваш, царь ваш». То есть, Бог был царем Израиля, но теперь сами приверженцы Бога, исповедующие Богу, Бога Адоная, Саваофа, Иегова, Шаддая, теперь они говорят о том, что нет у нас царя, кроме мамоны, фактически, то есть власти и денег. Это такое отречение от Христа ради власти и денег. «Тогда была пятница перед Пасхой, час шестой, сказал Пилат и иудеям, все царь ваш». Они закричали «распни, распни», Пилат им говорит «царя ли вашего распну?». Первосвященники отвечали «нет у нас царя, кроме кесаря». «Тогда, наконец, он предал его на распятие и взяли Иисуса и повели». Некоторые говорят, что здесь есть расхождение в Евангелиях, потому что говорится, что иудеи распяли Христа в третий час, а во время, как воины распяли его в шестой. Ну, вот, например, Блаженный Августин пишет по этому поводу. «Либо иудеи словесно распяли Христа в третий час, в то время, как это говорится у других евангелистов, воины распяли его физически в шестой». Такое предположение. Нет здесь никаких расхождений. «Тогда, наконец, он предал его на распятие, и взяли Иисуса и повели. И, неся крест свой, он вышел на место, называемое Лобное, по-еврейски Голгофа. Там распяли его, и с ним двух других по ту и по другую сторону, а посреди Иисуса. Пилат же написал надпись и поставил на кресте. Написано было «Иисус Назарей, царь иудейский». Эту надпись читали многие из иудеев, потому что место, где был распят Иисус, было недалеко от города, и написано было по-еврейски, по-гречески, по-римски. Перосвященники же иудейские сказали Пилату «Не пиши царь иудейский». «Ну, что он говорил? Я царь иудейский». Пилат отвечал «Что я написал, то написал». Интересно, что Пилат написал, что он действительно царь иудейский. Не просто, что он говорил. И это иудеи поняли. Они поняли, что, в общем-то, они попались, выкопали яму себе, в которую сами попали. То есть, было написано «Царь иудейский». Он действительно пришел к ним как царь. Он пришел прежде к погибающему Дому Израилеву. И теперь они хотели как бы исправить эту ошибку хотя бы этой надписью, но уже сделано дело. Поэтому, когда сделано дело, распятие, надписью, уже трудно что-то исправить. Пилат отвечал «Что я написал, то написал». «Войны же, когда распяли Иисуса, взяли одежду его, разделяли на четыре части, и к каждому воину по части и хитон. Хитон же был не сшитый, а весь тканный сверху. Итак, сказали друг другу, не станем раздирать его, а бросим о нем жребий, чей будет, да сбудется реченный в Писании». И здесь евангелисты приводят пророка Исаию и псалмопевца Давида. Да, и псалмополом 21, 19 стих сказано. «Разделили Ииза моя между собой, об одежде моей бросали жребий. Так поступили воины. При кресте Иисуса стояла матери его и сестра матери его, Мария Клеопова и Мария Магдалина. Иисус, увидев матери ученика, тут стоящего, который любил, говорит матери своей, Жена, «Си сын твой». Потом говорит ученику, «Си матерь твоя». И с этого времени ученик сей взял ее к себе. Видим, что несмотря на то, что Господь Иисус Христос совершает дело нашего спасения, в общем-то в муках и в издевательстве, уже распятый на кресте, не нарушает заповеди, которая была провозглашена еще во времена Ветхого Завета, «Почитай отца и мать». Святитель Иоанн Златоуст пишет по этому поводу следующее. «Сам распятый, цитата, уверяет матерь в свою ученику, научая нас всячески заботиться до последнего издыхания о наших родителях, когда она неблаговременно беспокоила его, помним, он говорил, что мне и тебе, Жена,» — это Евангелие от Иоанна, 2 глава, 4 стих, «И кто матерь моя?» «А теперь проявляет великую любовь к ней и веряет его ученику, которого любил». Конец цитаты. То есть этим учеником был Иоанн, евангелист Иоанн, который записал эти строки. Мы знаем о том, что в Ефесе последние годы своей жизни проводил Иоанн, богослов и председая Богородица. В Ефесе была очень мощная община. Город сейчас находится на территории Турции. Там была хорошая школа. «Итак, после того Иисус, зная, что уже все совершилось, да сбудется Писание, говорит жажду. Тут стоял сосуд наполный уксуса. Воины, напоив уксусом губку и наложив на иссоп, поднесли к его устам. Когда же Иисус кусил, уксус сказал, совершилось. И преклонил голову, и предал дух. Но так как тогда была пятница, то иудеи, дабы не оставить тело на кресте в субботу, ибо та суббота была день великий, просили Пилата, чтобы перебить у них голени и снять их». Видим, что иудеи хотят совершить все по закону, не хотят оставлять на кресте. «Перебивали голени» — это было особое обычай, чтобы люди долго не мучились, и чтобы быстрее наступила кончина висящих на кресте. И как сказано в 32 стихе «Итак пришли воины, и у первого перебили голени, и у другого распятого с ним». «Но придя к Иисусу, как увидели его уже умершим, не перебили у него голени. Но один из воинов копьем пронзил ему ребра, и тот час истекла кровь и вода». Блажен Августин по этому поводу пишет следующее. «Тот час истекла кровь и вода. Эта кровь, цитата, продлилась в отпущении грехов. Вода — это чаша спасения. Прообразом сего было повеление Ною устроить вход сбоку ковчега, чтобы через него вошла живость, которой не надлежало погибнуть от потопа. Те животные стали прообразом церкви. «И жена первая сотворена была из ребра спящего мужа. Вот и второй Адам, склонив голову, спал на кресте, чтобы из того, что излилось, образовалась невеста ему». Конец цитаты. То есть невеста церковь. Видим, что Блажен Августин видит такие прообразы, то есть течение крови. В общем-то, эти прообразы, которые были в Ветхом Завете, воплотились в этом событии распятия, смерти и пронзения на кресте Христа копьем. Иудевший засвидетельствовал, 35 стих, истинно свидетельство его, он знает, что говорит истину, дабы вы поверили. Ибо сие произошло, да сбудется Писание, кость его, да, не сокрушится. Действительно, это пророчество было в книге «Исход», что кость его не сокрушится, и псалмопевец Давид говорит об этом в 33-м псалме. Также и в другом месте Писания говорится возрядно того, которого пронзили, об этом говорит и пророк Захария, 12 глава, 10 стих. «После сего Иосиф из Армафея, ученик Иисуса, тайный за страх иудеев, просил Пилата, чтобы снять тело Иисуса, и Пилат позволил. Он пошел и снял тело Иисуса, пришел также и Никодим, приходивший прежде к Иисусу ночью, и принес в состав из смирны и алоэ, литр около ста. Итак, они взяли тело Иисуса и обвили его пеленами, благовониями, как обыкновенно погребают иудеи. На том месте, где он распят, был сад, в саду гроб, новый, в котором никто не был положен. Там положили Иисуса ради пятницы иудейской, потому что гроб был близко». И здесь, хотя евангелисты Иоанн не приводит это пророчество, которое есть у пророка Исаи в 53 главе, что он был распят со злодеями, но гроб ему предназначен у праведника. Мы видим, что и Римофей, и Иосиф из Римофеи, и Никодим были тайными учениками Спасителя. Они приходят и приготовляют место, которое было приготовлено Иосиф, приготовил, по-видимому, для себя, место для погребения. И вот, например, «Беды достопочтенные» пишет по этому поводу, по поводу плащаницы, которой был обернут Христос. Цитата. «Так возникла традиция в Церкви освящать тело Христова в Евхаристии не на шелке или золоте, а на чистой льняной ткани». Мы знаем, что эта плащаница, она сохранилась, к ней множество паломников приезжает, чтобы поклониться части ее. Это та самая плащаница, уже и ни у кого не возникает никаких сомнений. Для всех сомневающихся были приведены различные анализы, научные, так называемые. Для верующих никогда сомнений никакого не было, что это действительно та святыня, которая сохранилась и до сегодняшнего дня. Итак, закончились страдания Христа, закончилось это мучение, это агония на кресте, закончились все издевательства, наступила смерть, Христос погребен, умер и умертвил. Грех наш, грех взял на себя все самое, как пишет, например, Федор Михайлович Достоевский, самое зловонное, говорит о том, что если бы открыть все зловоние человеческого греха, и миру бы дышать было невозможно, Христос берет на себя все самое скверное, умертвляет, и вот он положен в гроб, и как мы уже и поем на Пасху, телом во гробе, душей же сшедшей во ад. Так заканчивается это повествование евангельское, 19 главы Евангелия от Иоанна. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова